В поселке Калиновка, что на северо-востоке Екатеринбурга, в частном доме на улице Мурзинской случился настоящий, вот прям нечеловеческий киднеппинг. В первоначальном, исконном смысле этого слова – похищение детей. На сей раз злые умышленники похитили двух детей, но не человека, а детей друга человека. То есть двух щеночков, двух месяцев от роду, двух беленьких, маленьких, мимимимиленьких щеночков, чигета и серого, породы Алабай. Или, что то же самое, среднеазиатская овчарка. Случилось это вопиющее злодейство посредь бела дня в хозяйстве широко известного в узких кругах заводчика-собаковода Александра Болкисева. Хозяина Алабая, чемпиона России по имени Фаршат Франт. Кто-то скажет, да тьфу, напугал, блин, киднеппинг, киднеппинг. Подумаешь, двух щенков украли. Это что, повод для репортажа? Позвольте. У Алабаев дети чемпионов России стоят 60 тысяч рублей. Каждый. Так что тут материальный урон за сотнюка. И это повод для репортажа. Ну, тем более, похищенные пацаны такие душки. Посмотрите, как серый и чигет по-братски бились за косточку размером почти с них. По словам заводчика-собак Александра Болкисева, изначально в помете было 11 щенков, родившихся два месяца назад. О, нет-нет, вы не подумайте. Чемпион России Фаршат Франт не в одиночку их родил, как певец Лазарев. У него есть подруга жизни, такая же сторожевая Алабаеха. Но только сейчас она живет отдельно, у дяди заводчика. Ибо по нашим временам содержать в одном доме двух взрослых Алабаев, ну, как-то, мягко говоря, накладно. За два месяца Александр продал 8 щенков и остались у него три малыша. Серый, чигет и пока еще безымянная девочка-блондиночка, которую за безукоризненно белый окрас наметили назвать Умка. Так вот вчера заводчик Александр пошел в гастроном Верны, что метрах в двухстах от дома, за молоком. И увидел, что возле торжища подозрительно вертится какой-то неместный мелкий грузовичок типа Митсубиси Кантер, ну, или что-то в этой весовой категории. Александр тогда еще подумал, что пилот не там, видимо, повернул и потому крутится по округе. Покупка молока заняла буквально несколько минут. Когда заводчик собак вернулся домой, то заметил неподалеку в проезде тот же самый грузовичок. Налил он молока щенкам, глядь, а двое на обеде отсутствует. И как только он обнаружил пропажу, так сразу за забором завелся тот самый грузовичок и отчалил из Калиновки. У Александра пазл сразу сошелся. Ясно, что гастролеры приезжали именно за породистыми дорогими алабаями. Перемахнули через двухметровый забор и похитили двух гулявших во дворе малышей. Почему сторожевой, огромный папка, фаршат франк, собственно и выращивавшийся, как всякий алабай для охраны, не заступился за сынулек-роднулек, это загадка. Александр предположил, что Серого и Чигета подло подманили к забору, а папка подвоха не учуял. Понятно, что заводчик собак написал заяву в полицию и сегодня в два часа ночи полицейские, ну видимо, решив криминальные проблемы людей, выискали время для собак и прибыли в адрес Александра Болкисева. Запечатлели все следы. Ног, протектора, может даже следы пальцев рук срисовали. Но главная надежда на камеры наблюдения, стоящие на гастрономе, на выезде из Калиновки. Ни одна машина не может выехать из поселка, не попав в кадр. Осталось изъять видеозаписи, вычислить номер грузовичка и злодеев полонить. Ну и еще Александр Болкисев обратился ко всем любителям собак. Если вам будут предлагать белых маленьких алабайчиков без документов и даже еще без первых прививок, но только вчера проглистогоненных, знайте, это жертвы киднеппинга, а продавец это вор. О нем можно сообщить в полицию забесплатно, ну или самому заводчику Александру, который за полезную информацию о местонахождении серого и чигета даже вроде как обещал награду. Продолжение следует...